У меня осталось совсем немного. Когда я оттолкнула эти рисунки и возмутилась, он совсем потерял самобладание и пришел в страшное возбуждение. Он попытался сорвать с меня платье. Я кинулась к дверям. А он обогнал меня и заградил с собой дверь. В руках у него появился револьвер. Он что-то кричал о смертельной опасности, о страхе, о любви, и театрально махал этим револьвером перед самым моим носом. Я даже не думала, что он заряжен. Я велела ему пропустить меня. Он не подчинился, и я попыталась его оттолкнуть. Мы страшно боролись. Он даже не был сильнее меня. Я схватила его за кисть и повернула ему таким образом, что у него дуло револьвера оказалось прямо у лица. А палец лежал на курке. Вероятно, я подтолкнула эту руку. Раздался взрыв. Я все время пыталась забыть. Если бы он был жив, я бы, конечно, осталась с ним, несмотря ни на что. Но он был мертв. Можете не продолжать. Когда я поняла, что случилось, я бросилась к машине. Я долго сидела в ней. Мне все было пошевелить пальцем. А в коттедже было тихо. Убийственно тихо. Вы знаете, на каком пустынном месте стоит этот дом. Меня била крупная дрожь, а я вновь и вновь переживала весь этот ужас. О, Боже. Вы не виноват, Олэн. Конечно. Она не виновата. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...